Подзаголовок. Бетахон. Начало Лиги Защиты Евреев. Могущественных врагов не может быть уничтожен. Мы верим, что еврейский народ, хотя и побитый штормами истории, и пощипанный стервятниками и шакалами всех времен, должен жить. Именно это твердое убеждение повторяется каждый год на пасхальном столе Седера. В каждом поколении они поднимаются, чтобы уничтожить нас, но Святой Благословен Он спасает нас от них. И это выживание осуществляется без союзников, поскольку у евреев нет союзников. В лучшем случае нации мотивированы корыстными интересами. В худшем случае существует глубокая и постоянная антипатия к евреям, их делу, их земле. Кому евреи могут доверять? Никому, кроме самих себя. Кому они могут обратиться за страховкой и гарантиями? Только к себе. Именно эта вера в постоянство и выживание еврейского народа, в свою очередь, придает веру в окончательный успех Лиги защиты евреев. Независимо от того, насколько сложной, насколько невозможной будет задача, если это хорошая задача, если это священная задача, она будет успешно решена, потому что она должна быть решена. Сторонники Лиги защиты евреев несут эту веру в свой народ, в его выживание. Это огонь, который, зажженный однажды, никогда не будет погашен. Это уверенность, это гарантия. И потому что они в это верят, это так и есть. А поскольку это так, ЛЗЕ и ее философия должны выйти победителями. Я был убежден, что ЛЗЕ – это идея, время которой пришло, и решил создать движение. В один субботний день, в мае 68-го года, я попросил двух прихожан синагоги, где я молился, юношей из Лаурелтона, тихого мирного района Нью-Йорка, Квинс, района, из которого потом произошел массовый сход большинства евреев и белых, чтобы мы встретились в синагоге. Там я сел с Бертом Цвайбаном, адвокатом с хорошим пониманием ситуации и естественным стремлением к активности, а также с Морти Долинским, с которым я познакомился много лет назад, когда мы оба были членами военизированного сионистского молодежного движения Бейтар. Впервые меня арестовали в возрасте 16 лет, когда я с другими членами Бейтара участвовал в жесткой демонстрации против прибытия в Соединенные Штаты антисемита британского министра иностранных дел Эрнеста Бевина. Я говорил о проблеме и решении, которое я себе представлял, и Цвейбон и Долинский согласились с тем, что Элзея должна быть сформирована. На следующей неделе я разместил рекламу в Джевиш Пресс, используя название «Корпус защиты евреев». После пересмотра было решено, что, учитывая нынешнюю коленную дрожь евреев от страха перед всем, что звучит воинствующе, слово «лига» является более подходящим. Реакция была отличной, и 18 июня состоялось первое заседание нового движения. Тем, кто ответил на объявление, было отправлено краткое приглашение на собрание. В нем говорилось «Дорогой друг, информационное и брифинговое заседание Лиги защиты евреев состоится во вторник, 18 июня, в 8.30 вечера, в еврейском центре Вестсайда, 347, 34-й Вест-стрит, Нью-Йорк. Лига защиты евреев была запущена. К ее первой скромной деятельности имел отношение Джон Ф. Хэтчетт. В ноябре 1967 года Джон Хэтчетт был учителем в государственной школе номер 68 школьной системы Нью-Йорка. Поскольку черный расизм и ненависть к евреям все усиливались, он опубликовал статью в номере форума за ноябрь 1967 года официальном издании Организации афроамериканских учителей ОАУ, которая представляла черных учителей в государственных школах города. Статья, главная в этом выпуске, была заглавлена «Феномен евреев против чернокожих и чернокожие англосаксы». Начиналась она так. Сегодня в Нью-Йорк-Сити мы наблюдаем феномен, который означает смерть умов и душ наших черных детей. Это систематическое пришествие эры евреев, преобладающих и контролирующих образовательную бюрократию системы государственных школ Нью-Йорка и их жаждущих власти подражателей черных англосаксов. Очевидно, что эта коалиция или сговор, или назовите как хотите, является одной из основных причин, почему наши черные дети образовательно кастрированы. Конец цитаты. Статья Хейтчета не вызвала ни порицания, ни увольнения из Совета по образованию, и он остался с растущим числом других черных расистов, чтобы создать атмосферу ненависти в государственных школах. Наконец, нарушив определенное распоряжение Совета по образованию, он взял студентов в программу, откровенно направленную против белых, памяти черного учителя Малколма Экс, который был уволен лишь для того, чтобы невероятным образом в июле 68-го года оказаться в должности директора нового афроамериканского школьного центра имени Мартина Лютера Кинга-младшего, на которую он был назначен Нью-Йоркским университетом. Крупные еврейские организации протестовали против этого назначения, в то время как Нью-Йоркский Союз Гражданских Свобод, два университетских попечителя еврея, Джек Сейлман и Герберт Сильверман, и военизированная группа черных Искрар его защищали. Виктор Соломон Искрар поддержал статью Хейтчета, сказав, что он просто напал на власть имущих, но оказалось, что большинство из них евреи. По мере роста разногласий чернокожие студенты Нью-Йоркского университета и еврейские радикальные левые стали угрожать насилием. Ректор университета Джеймс М. Хестер попросил самого известного еврея в Америке, Артура Гольдберга, изучить этот вопрос и высказать свое мнение. «Нам было ясно, что Гольдберг, придворный еврей, был выбран, чтобы придумать спасительное решение для Нью-Йоркского университета, чтобы сохранить Хейтчета и таким образом избавить себя от реакции радикальных учеников, указав тот факт, что план предложен евреям». Гольдберг подготовил свое решение. Хэтчет дал интервью газете Village Voice, шикарной радикальной газете, которая позволяла либералу иметь воображаемый революционный трепет без необходимости участвовать в опасностях настоящего события. Хэтчет сказал интервьюеру Летиции Кент, что он только выделил евреев в качестве образовательных кастраторов черных детей, потому что учителя и инспектора в большинстве состояли из евреев. Он торжественно добавил, что если бы он хотел напасть на департамент санитарии, он бы напал на итальянцев. Мисс Кент так и не спросила его, что бы он сказал о статье атакующей насильников, которая бы проклинала негров. После разных других комментариев, в том числе факта в кавычках, что в Нью-Йорке проживает 4 миллиона евреев, на самом деле меньше 2 миллионов, он завершил интервью «Я надеюсь, вы все же не думаете, что я антисемит. Я хочу сказать, что врач, дантист и адвокат нашей семьи – все евреи». Статья появилась 8 августа, а на следующий день Гольдберг опубликовал свой доклад. Для ЛЗЕ это не было сюрпризом. Придворный еврей рекомендовал оставить Хэтчета. В своем письме к Хестеру, обнародованном университетом, Гольдберг заявил, что встретился с неоднозначным назначенцем и, цитата, «В результате моей откровенной и искренней беседы с господином Хэтчетом, я считаю, что теперь он понимает несправедливость и опасность его критики, как он ее озвучил в своей статье. Господин Хэтчет категорически отрицает, что он антисемит, хотя его выражение в его статье можно расценивать именно так». Конец цитаты. Это был Гольдбергизм, совершенно типичный для многих евреев и еврейского истеблишмента. Его фальшь тут же стала очевидной, хотя Хэтчет стал настаивать на том, что Гольдберг не увидел ничего антисемитского в этой статье и что моя критика в отношении системы государственных школ Нью-Йорка остается в силе. Конец цитаты. Нью-Йоркский университет искал выход из угрозы хаоса и насилия со стороны части чернокожих и радикалов, и Гольдберг дал им его. Возможно, другие еврейские группы были довольны, но мы – нет. В августе группа из 15 членов Лиги защиты евреев появилась в Нью-Йоркском университете и пикетировала школу, требуя увольнения Хэтчета. Едва ли это было сенсацией, но это означало разрыв с тактикой еврейского истеблишмента. В отличие от традиционной еврейской реакции, которая проявлялась в пресс-релизах и закулисных усилиях, мы вышли на улицу, и на следующий день первое публичное упоминание о новой ЛЗЕ появилось в скромной новостной статье в Нью-Йорк Таймс. Газета и ее читатели мало подозревали, что в течение короткого периода времени новая группа станет самой известной еврейской организацией в мире. Из нашего скромного офиса на 5-й авеню 156 в Нижнем Манхэттене мы медленно организовывались и пытались сохранить ЛЗЕ в течение первых месяцев жизни. Первые лидеры включали меня, Цвейбона, Ирвина Кальдерона, Мюррея Шнайдера и Хайема Бибера. В эти первые трудные месяцы мы собирали и платили членские взносы, опустошая наши карманы. А как только мы поняли, что выживаем, мы предприняли первую акцию в стиле ЛЗЕ.